Сегодня в День Благодарности, День Радости и Счастья коллектив Житикаринского Дома Детского Творчества говорит большое спасибо родителям наших учащихся. Вы главные наши помощники и единомышленники. Вы поддерживаете увлечение своих детей. Это очень важно. А вот интересно, чем вы увлекались в детстве? Пап, скажи пожалуйста, чем ты увлекался в детстве? Ну, как все дети, на селе это обязательно. Массовый спорта, футбол, хоккей. Зимой это обязательно. Лыжи. И стоим корабликовым искателем. А нравилось тебе это увлечение? Обязательно, конечно. Потому что мы еще что, как говорится, любая свободная минутка, и мы сразу бежали на улицу. Нам было там весело, нам понравилось. Мама, а чем ты увлекалась в детстве? Ну, а я увлекалась больше спортом. Мне очень нравился вечерний футбол. Также вечером у нас работала спортивная сеть, где мы занимались футболом, баскетболом. Во время уроков физкультуры, это лёгкая атлетика, баскетбол, заряд, подросток. А нравилось ли тебе это увлечение? Мне очень это нравилось, потому что я думала и хотела быть учителем физической культуры. Всем спасибо за внимание. А с вами были мои родители, папа, мама и я, Мургуль. С вами была семья Шексабаева. Пока! Чем вы увлекались вашим детством? Наше детство было самым весёлым. Придя со школы зимой, мы делали уроки и выходили на улицу, чтобы поиграть. Делали дома в сугробах, там делали посудки, катались на коньках, на лыжах. Было очень интересно. Вечером, придя домой, мы садились около нашей бабушек, и они нас учили вязать, шить. Никаких соток у нас не было. Летом мы выходили во двор, ставили всякие сценки, например, сказки «Три орешка для Золушки», саму Золушку. Какие фильмы видели, такие ставили. Шили сами себе костюмы, также вечером выходили, играли «Красное знамя», играли в баскетбол. Были вот такие интересные игры. У тебя было самое любимое занятие в детстве? Моё любимое занятие было в детстве играть в футбол. Я играл в футбол в средней школе совхоз «Большевик». И играл в последнего защитника. Со мной играли мои одноклассники, два близнеца. Одного зовут Ханат, а другого Куат. Мы всегда занимали первые места, особенно когда проходил турнир «Кожаный мяч». Мама, скажи, пожалуйста, чем ты любила заниматься в детстве? Я очень любила шить. Когда я была маленькая, я шила костюмы для кукол. А потом, в твоём возрасте или, может, чуть старше, я пошла в турнир пионеров и записалась на кружок «Кроки и шитья». Там нас учили создавать одежду для себя. Было очень интересно шить одежду и знать, что такой одежды, кроме как у тебя, ни у кого не будет. А самое необычное было – это после всего. Девочки одевали свои одежды, кто что сшил, и демонстрировали на стене, словно на подиуме, свои наряды. Спасибо за интересы. Хорошего вам дня. Спасибо. Мама, скажи, пожалуйста, чем ты любила заниматься в детстве? Я любила рисовать. В детском саду, в школе. В свободное время я брала карандаши и изображала на бумаге что-то своё. В эти моменты я была очень счастливой. Время как будто останавливалось. Можно создать настолько уникальные произведения, что другие люди могут об этом только мечтать. Есть моменты, которые нельзя рассказать. А художник может это нарисовать. Красочно. Есть китайская древняя поговорка. Её цитировал Дэвид Хокнин. Для рисования нужен три составляющих – сердце, рука и глаз. Если одну убрать, ничего не получится. Спасибо за интервью. Хорошего настроения. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Швыточенко Арина, а это моя мама Швыточенко Валентина. Привет. Чем ты увлекалась в детстве? На какие секции или кружки ты ходила? Я в детстве. Ну, это было даже не в детстве, а в подростковом возрасте я занималась карате. Какой твой любимый фильм или книга? Ну, прямо так сказать, что бы любимый. Любимого нету. Из книг я читаю разную литературу. Мне нравится читать от русской классики до современного детектива. А если это фильмы, то также разные жанры. Почему ты считаешь, что сейчас дети должны ходить на разные кружки? Ну, я считаю, что у детей должны быть какие-либо увлечения. Во-первых, это новые знания, это новые навыки, которые, возможно, пригодятся ему в дальнейшей жизни. Если это увлечение спортом, то это крепкое здоровье, это крепкий иммунитет, выносливость. Во-вторых, это новые друзья, это живое общение. В нашем современном мире, в мире гаджетов, сейчас современному человеку не хватает живого общения. Мы снова много времени мы проводим в наших гаджетах. А если ребенок ходит на какой-то кружок, там он общается с новыми друзьями, с новыми людьми. Это и есть живое общение. Мне кажется, это немаловажно. Также, я считаю, у ребенка должен быть день как можно больше забит, чтобы свободного времени было не так уж и много. Меня зовут Субатаева Малина. Я занимаюсь в театральной студии «Этюд» и люблю рисовать. Баба, чем ты занималась, когда была маленькая? Ну, так же, как и все дети, я любила в детстве рисовать, любила гулять на улице с подружками. Мы часто прыгали в классики, в резиночки. А еще я любила очень шить на пупсиков. Такие маленькие куколки, разные одежки. Ну, я могу сказать, что с тех пор это увлечение переросло в мою профессию. Я и теперь шью одежки только на взрослых. Какие книги и фильмы ты посоветовала бы почитать или посмотреть? Ну, где-то вот, и когда я была в таком же возрасте, как ты, на экраны вышел фильм «Приключения электроника». Нам всем он очень понравился. И когда начиналась серия, двор пустел, потому что все бежали смотреть фильм. И там было очень много песенок, которые мы тоже с удовольствием пели, про желатные качели, раскачивались на качели. Я думаю, что тебе тоже было интересно посмотреть этот фильм. А также прочитать и книжку, про которую этот фильм нужен. Почему? Ну, как ты считаешь, почему важно, чтобы дети чем-нибудь занимались? Во-первых, у них остается гораздо меньше времени. Ничего не делания, когда в голову влезут всякие нехорошие мысли. Вмочи, когда ребенок занят каким-то интересным делом. А потом, возможно, это твое занятие вне школы, когда ты хочешь, например, не театральный, не рисуешь, или еще что-то, станет в будущем твоей профессией. Или просто тебе поможет быть творчески одаренной личностью. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Не знаю, чем ты увлекаешься. Я увлекаюсь гимнастикой. Мам, а ты чем увлекаешься в детстве? Я увлекалась в детстве вышивкой и шила маленькие мягкие игрушки. Пап, а ты чем увлекался в детстве? Я в детстве увлекался борьбой, хорошей курьей. Вот такая моя семья душная. Здравствуйте, я Куликова Лиля. Это моя мама Екатерина Сергеевна. Сейчас мы у нее спросим, чем она любила заниматься в детстве. Всем здравствуйте. Ну, с самого детства я любила организовывать разные концерты. После подъезда собирать бабушек, разных маленьких деток. То есть, усажусь полукругом. И выносила магнитофон, удлинитель. Бабушка жила на третьем этаже и потребовалась несколько. Ну, я часто проводила время у бабушки. И там вот собирала толпу и показывала концерты. То есть, с самого детства у меня были организаторские способности. Я была активным таким ребенком. Была активистка, как и моя доченька. Ну, вот это было, наверное, самое такое увлечение. Ну, я посещала театральную студию в школе детского творчества. Много посещала кружков. Танцевальную посещала. Любила танцевать, петь. Ну, то есть, была таким разносторонним ребенком. Ну, вот это, наверное, мои увлечения. Спасибо за внимание. О, а что вы делаете? Вы рисуете? Да, именно. Мама, а чем ты в детстве занималась? Куже рисовали. У меня была своя деталька, где я рисовала всякие красивые детали. А больше всего в детстве я любила обязательно бабушку. Привет. Меня зовут Даша, а это моя мама. Мам, расскажи нам, пожалуйста, чем ты увлекалась в детстве? Привет, Даша. Мне в детстве очень нравилось танцевать. Я ходила на кружок бальные танцы много лет. Мы выступали на различных концертах, ездили на конкурсы по разным городам. Мне очень нравилось. Хорошо, большое спасибо, мамочка. Всем привет. Меня зовут Кунеса. Мне 5 лет. С детства я очень любила рисовать. Это мой папа. Его зовут Нушу-тан. Где любишь украшения? В детстве я любил петь песни. В детстве я любил петь песни. Семья — это труд. Друга, други, суббота. Семья — это много домашней работы. Семья — это важно. Семья — это сложно. Но сейчас решить она невозможно. Субтитры сделал DimaTorzok